С её главным праздником Пятимат Мартазанову поздравляют не только родные, но и представители регионального общественного движения «Матери России». Гостей приглашают в дом. На кухне суета, в гостиной собрались старшие. Семья Мартазановых сегодня не в полном составе. Но онлайн-поздравления никто не отменял. Телефон Пятимат разрывается от звонков и сообщений. Искренние поздравления от родных и близких закрепляются объятиями домочадцев. 20 внуков, 5 детей, в их числе Муса Мартазанов, народный художник Ингушетии. Несмотря на регалии сына и общественное признание, все дети для Пятимат равны и всеми она гордится одинаково. К примеру, дочь Люба работает в скорой помощи. В период первой волны пандемии переболела коронавирусом и продолжила помогать людям. Ответственность к своей профессии и любовь к людям – это всё результат воспитания мамы, говорит Люба. Мама всегда участвовала в нашем образовании, в нашей жизни. Без мамы нельзя, конечно. Помогала и словом, и делом. Своей маме я пожелаю, чтобы она не болела, жила здоровой, счастливой, чтобы она больше не видела горе своих детей. Всем мамам я желаю тоже здоровья, счастья, всех благ. Неважно, сколько тебе лет – 40 или 10 – дети всегда нуждаются в материнском тепле. Вот и Муса Мартазанов, как когда-то в детстве, посвящает стихи любимой маме. Этих рук нежнее нет, и любви вернее тоже. Всех сокровищ на земле ласки матери дороже. Мама – это свет в оконце. Мама – радость лучших дней. Разве выразишь словами всё, что думаешь о ней? Мама, я твоя кровинка, след оставленный в судьбе. Все мои стихи и песни, ангел мой, одной тебе. Самый дорогой и ценный подарок, который мечтает получить каждая женщина. Это крепкая, здоровая, а главное – счастливая семья, считает Петимат Мартазанова. Молодым мамам тоже надо своими детьми смотреть. Так они сами тоже, когда маленькие, не знаю, вначале надо учить их, показать, что хорошего, что надо делать, что нельзя, что можно. Что в моей маме было и остаётся, это она нам смогла привить любовь к своей родине, к своему народу, к своим родным и близким, к своим соседям. Вот она нас воспитала на своих личных примерах, она не просто это говорила. И вот эти принципы, которые нам дали родители, что касается отца, что касается матери, они, она у нас как-то одно целое в семье. И у нас всегда главой семьи был отец. Но для отца надёжной опорой всегда была мама. Букет рос от активистов получает сегодня и Айшат Шавхалова, мать бывшего начальника управления внутренней политики администрации главы Ингушетии Магомеда Шавхалова, который ушёл от нас на 29-м году жизни после продолжительной болезни. Я бы хотела пожелать всем матерям, чтобы дети были хорошие, здоровые, умные, чтобы они нашли правильное место в своей жизни. И чтобы ни одна мать не знала горе. Пусть все мамы будут живы и здоровы. Ценнее этого праздника нет вообще, потому что мать – это всё для нас. Меня радует, что мы сегодня можем приехать к маме Магомеда, поздравить, пожелать ей здоровья, удачи, успехов. И, конечно же, поблагодарить её за то, что её сын принёс пользу нашей республике, нашему народу. Сколько бы подарков не дарили, сколько бы добрых слов не звучало в адрес наших матерей, сколько бы поводов для этого не находили и не придумывали, лишними они никогда не будут. Уже семь лет, как создано наше движение, мы ежегодно на памятнике Аллеи Матери, в медицинских учреждениях, в школах проводили праздники, поздравляя матерей. И вот инициатива моя сегодня была – посетить мам своих настоящих друзей. День Матери по традиции в России празднуется в последнее воскресенье ноября, уже более 20 лет. Но в какой бы день его не отмечали, это отличный способ вспомнить о главном человеке, подарившем нам жизнь. Амина Бокова, Майорбек Мержоев, Новости 24.